приветствую вас друзья это канал погода в кировске и я погода погода сегодня осенняя конец сентября 29 число если я не ошибаюсь и в этот осенний день мы поговорим с вами о том что такое добро конечно все мы принципе как говорится априори стремимся к тому чтобы делать добрые дела делать добрые поступки даже с тем умыслом который мы сами в это действие закладываем считая так или иначе что мы поступили правильно мы поступили по-доброму в отношении идеи самого нарратива стремление делать добро конечно действие и само понятие добро это несовместимые вещи поскольку хорошо или плохо она не сочетается в полной мере с тем что такое добро доброе и содержащие назначение пользы какой-то в отношении там допустим проявления дальнейших на полученном опыте действий тем кому было добро адресовано к примеру да ведь добро это тоже такое многогранное понятие всегда в себе содержит несколько разных граней как действия к тому или иному проявленное в моменте мы все знаем что добро это функция в которой содержится формы проявления добра допустим я бы хотел сегодня поговорить о добре как функции которая сегодня даже в большей степени наносит ущерб некой личности нежели дает возможность существовать самостоятельно все мы пытаемся делать добро делать добрые поступки но никогда не осознаем того момента во что мы вмешиваемся когда пытаемся сделать как мы считаем доброе да и самое интересное от чего идет наше желание делать доброе то есть доброе действие проявление какой-то помощи какого-то полезного для другого содержащие действие она не всегда несет в себе тот посылка которую мы туда сами закладываем потому что если мы отталкиваемся от того что именно мы хотим сделать добро то есть мы расцениваем позиции собственного участия и пользы для себя в том что допустим совершаем некое добро по нашему разумению но согласитесь что если мы собираемся что-то делать или делаем отталкиваясь только от того ощущения какую пользу мы из этого извлекаем для себя даже но условно вот это вот кармической идеи бытия да естественно мы не учитываем все факторы которые наносим как последствия своими действиями для того тому точнее кому как бы помогаем есть вот такое понятие да как золотой пендаль золотой пендаль когда некая высшая проявленная сила ну к примеру родители до мудрые родители которые ну вот как раз способны делать настоящие добрые поступки для своего чада да в том смысле широком о котором я сегодня и хотел бы поговорить в какой-то момент меняют этим золотым пендалем условно всю парадигму весь уклад все устройство которому привык тот или иной субъект пока еще до индивид вот этим вот действием то есть совершенно меняя к нему отношения и самих себя и объясняя таким образом что старые времена закончились начались новые времена и начались новые правила это что значит в отношении там заработка денег до проживания допустим там на одной площади до или там каких-то материальных вещах идет речь скорее всего да естественно когда нужно сделать что-то что допустим пока еще не может сделать конкретно вот этот человек естественно ну то есть не перегибая палку да то есть в тех возможных вещах когда человеку нужно научиться быть самому вот этот золотой пендаль очень хорошее действие в отношении к тому кому ты хочешь сделать добро потому что естественно ты помогаешь таким поступком как бы со стороны может быть это выглядит не очень лицеприятно да в понимании тех кто вот к добру относится вот поверхностно да то есть за добро принимает только то состояние в котором находится в моменте вот наступления или действия добра тот кому-то адресовываешь да там допустим вот это именно перманентное понимание добра вот этой вот помощи да когда чего-то нет а ты это даешь и дело счастливее там в моменте до какого-то индивиду допустим типа вот ты сделал добро он радуется ты радуешься и все счастливы вот в этом моменте и все значит вот это добро естественно нет с позиции того как чувствует себя тот или иной индивид получивший вот этот вот золотой пендель и определяется идея добра то есть само добро настоящее оно закладывает в тебе качество которыми ты потом сможешь руководствоваться в новом своем бытии да в своем отношении ты становишься более самостоятельным более независимым и любое добро оно и должно нацелено быть на то чтобы развивать в том кому ты даришь свое добро делаешь добро вот эти качества качество нового восприятия качество новых навыков качество в принципе как понятие качество давая что-то ты всегда обязан давать понять что это не халява какая-то да и это невозможность существовать вот именно таким образом это только твое собственное желание сейчас не видеть вот эти вот страдания как-то не думать о них как-то купировать их и ты тем самым готов сейчас этот момент прекратить для того чтобы просто не думать об этом чтобы это понятие тебя не тяготило то есть что кто-то там страдает да потому что любое страдание это совокупность качеств предыдущих воплощений совокупность качеств предыдущих действий каких-то совершенных да и любое страдание оно здесь абсолютно обосновано конкретикой вот этих вот вот этого круга круга постоянного взаимодействия когда мы совершаем те или иные действия во благо или нет и потом за эти действия мы получаем определенное состояние вот нужно совершать добро учитывая все эти параметры то есть и чувствовать сердцем когда добро нужно делать и когда не нужно когда добро приносит пользу когда добро только разрушает вот этих вот страждущих вокруг нас субъектов это такая халтура это просто нежелание двигаться и желание переложить какие-то свои проблемы на на кого-то других там от начинают обвинений в том что кому-то что-то кто-то не дает заканчивая конкретными выпадами там в отношении даже близких людей вы там такие раз такие что-то вы мне там то есть это все лирика которая на самом деле отождествляет в нас самые негативные и самые плохие качества качество неблагодарности к этой жизни качество невозможности и нежелания что-то менять самим потому что помощь всегда и добро в этом смысле это всегда некий укол прививка прививка от вот этого вируса негодование нежелание неумение познать конкретику того что же все-таки тебе нужно чтобы ты смог постичь лучшее в этом мире то есть естественно это не материальные вещи то есть никакие деньги там которые мы даем нищему там или какие-то какую-то еду которую мы ему даем она не сделает из него нормального человека в том понимании как мы это представляем себе да то есть это не очистит его и не да не смоет с него вот эту ненависть то презрение которым он на самом деле напитан в отношении любого проходящего мимо него человека все это страдание оно на самом деле только снаружи а внутри там котел ненависти негативизма нигилизма да потому что в любой попавший в котел вот упавший на дно но сохранивший в себе хоть толику любви к этому миру в отношении окружающим хоть толику понимание того что все-таки он сам сейчас пожинает свои плоды своего труда что он сам разрушил свою жизнь он скорее всего выкарабкается такой индивид он скорее всего выкарабкается и найдет какой-то момент чтобы выскочить из этого и никогда не будет принимать это за то что именно есть он сам как настоящее а большинство оно смирилось с этим состоянием оно им комфортно вот это состояние в котором можно всегда кого-то упрекать в том что с ним происходит и здесь никаким образом добро не может быть проявлено вообще в принципе да подкормить дать денег это просто поучаствовать в жизни этого человека дав ему возможность просто вот поддерживать свой образ жизни на том уровне на котором он находится да но мы почему-то всегда настроены гораздо доброжелательнее вот к таким персонажем да со своим добром лезем там вот это вот покупать им какие-то продукты там вот это вот особенно сейчас зашкаливают вот эти ролики когда там челы такие приходят в калифорнии особенно мне нравится такие подходят бомжу там дают ему куртку какую-то там спальник покупает из гипермаркета там какие-то продукты все сделали человека счастливым записали контент слезы в интернете полились ну дичь полнейшая понимаете дичь при этом мы никогда не будем помогать человеку который реально нуждается в помощи который двигается который на локтях ползет да который расталкивает ненужные объекты которые может и нахер послать да в том смысле если ты ему будешь мешать да мы никогда не поможем такому человеку мы никогда не протянем ему руку потому что мы боимся такого человека который может нас обогнать нас может нас сделать вторыми мы вряд ли поможем человеку который может стать лучше нас мы лучше поможем человек который уже гораздо хуже нас и вот конкретика поступков добра вот об этой грани сейчас я хочу поговорить потому что добро само по себе И оно носит в себе характер искореняющей критики в адрес того, что ты из себя представляешь. То есть функционал добра это не сквернословие, не какая-то, возможно, философия поучительства. Конечно, это тоже очень тонкая грань. Советы и все остальное. Нужно понимать это, что человек, который находится в подвижном эмоциональном состоянии, который еще не зафиксировался, он, естественно, нуждается в поддержке. Но поддержка это не значит делать какую-то работу за него. Это не значит заниматься тем, чем он должен заниматься. Поддержка это наше с вами терпение. Поддержка это наше с вами желание помочь негласно. То есть понятно, что напоминать о том, что и как делается нужно. И нужно это делать правильно. И в какие-то критические моменты, конечно, нужно всегда понимать, что удар все равно должен иногда наноситься, пока человек не понял, что пока он сам это не поймет и не сделает, никто за него не сделает. Таких очень мало. В основном, конечно, мы все слабы в своем проявлении недозрелости, в своем проявлении вот этого вот желания за чей-то счет стать лучше. А вот это вот, как сказать, попсовое отношение к добру, это как раз то, о чем я и говорю. Вот это вот совершенно страшная, страшная аномалия. Выгородить себя, совершив какой-то поступок, это очень часто сейчас вот на фоне чиновничьего аппарата происходит, когда каким угодно образом нужно считаться, сделать что-то, чтобы тебя похвалил начальник. Не важно, что это вообще, к этому ты никакого отношения не имеешь, но при этом вот как бы многие будут считать, что это ты сделал, ты очень хороший человек. Это очень большая проблема сегодня, проблема совершения добра, особенно вопрос к тем, кто стремится это добро делать, совершать добро, добрые поступки, вот это вот, делать людей счастливыми. Все это полная чушь, потому что самая главная проблема здесь, это субъективизм. Опять же, возвращаясь к философии чистого творчества, могу сказать, что никакой поступок хороший сегодня практически не имеет под собой никакого продолжения, не имеет под собой никакого основания для развития, потому что это поглощается, съедается, как все вокруг, просто не взирая на то, что кто-то чем-то жертвует. Субъект, он не воспринимает добро, реальное добро, он не понимает, что за любое добро нужно возвращать той же монетой. Субъект не воспринимает чужое, как заработанное и созданное трудом. Он все воспринимает как халяву. Никогда в жизни субъект об этом не подумает. Я говорю про то, что субъект, он не воспринимает добро. Вообще, в принципе. Вот все, что мы сегодня понимаем под добром, да, вот эти все действия, с бабушками на улице, с бомжами с этими, да, там, про животных не говорю. Животные, конечно, это отдельная каста, отдельная категория того, как мы можем на самом деле все-таки проявить себя, да, в конкретике, в совершении какого-то добра, потому что помочь живому существу, которое действительно зависит в момент, выживет оно или нет от нас, да, и сотворили, возможно, во многом то, что происходит с этим животным, тоже мы, вот, тут как бы вообще не обсуждается, да. Я сейчас говорю только о взаимодействии на уровне индивид-индивид, субъект-субъект, вот человек-человек, да. Только вот о разумных в нашем понимании существ я говорю. Конечно же, проявление к животным – это все добро, естественно, там, помочь животному – это даже не обсуждается. Но в отношении нас с вами все не так просто, как я уже сказал. И воспринимать добро не способны сегодня, в принципе, в обществе, или способны очень мало людей, которые могут отблагодарить тебе той же монеты. Если ты понимаешь что-то, делаешь что-то лучше, к тебе должно, по идее, возвращаться добро с той же силой, если ты вкладываешь в это пространство очень много своих сил, да. Но, как правило, этого не происходит, потому что наступает другой феномен – антипатия. Потому что субъект, который видит, что ты поступаешь лучше, что ты умеешь больше, ты делаешь хорошо, он будет воспринимать вас как угрозу себя и никогда не будет вам помогать идти навстречу, поскольку у него будет разжаться страх в отношении вас. Так же, как и с добром. Такой субъект, скорее всего, способен купить консерву бомжу, да, но никогда не способен понять того и услышать, кто рядом с ним находится и делает что-то лучше для этого мира, чем способен он сам. Вот это очень большая проблема в системе добра. В воспитании людей, в воспитании детей, сегодня понятие добро вообще искажено очень сильно. Ладно, мы уже в какой-то возрастной категории уже достаточно сформировались, чтобы на многие вопросы уже безапелляционно научиться отвечать, но дети, дети, они на самом деле воспринимают все как должное. И вот это вот должное, оно перерастает, переходит потом во взрослую жизнь и продолжает здесь существовать как должное. То есть сначала ты воспринимаешь все как должное, что дают тебе родители, потом ты воспринимаешь как должное, что тебе должно дать общество, а потом ты критикуешь государство за то, что оно тебе твое должное не дало. Но при этом ты не понимаешь, что ты должен для этого сделать. Должное на должное, да? То есть по-любому это работает именно таким образом. И ты находишься в категории добра только тогда, когда, имея то, что у тебя есть, можешь и хочешь дать взамен больше, чем даже у тебя есть. То есть своими силами, своим отношением, своей любовью к этому миру, своим ощущением того, что этот мир совершенен, понятен, абсолютно идеален в отношении к тебе, как индивиду, всего окружающего. Да, вот это самое главное. Ценить то, что у тебя в этот момент есть. И именно то, что у тебя есть, и дали тебе твои умные, добрые родители. И если они тебе ничего не дали, наполнив твою жизнь заботой, вот этой вот гипертрофированной защитой, абсолютизма того, что у ребенка должно быть все то, чего не было у нас, они, по сути, могут больше даже отнять и, в принципе, по факту ничего не дать. Для того, чтобы вот это должное разрушить золотым пенделем. Естественно, готовя к золотому пенделю, нужно ребенка с детства. Каждый из нас проходит вот этот период детскости. И мудрые родители, конечно, они будут своего ребенка любить, они его будут обожать, они будут ценить его за то, что он у них есть, но при этом они его будут всегда готовить морально к золотому пенделю, показывая, как устроен этот мир, как работают вещи, откуда все берется, почему нельзя в этот момент получить то, чего так хочется, а можно получить, допустим, что-то другое, если, допустим, нет возможности получить именно то, что ты хочешь. Или вообще нет возможности, или почему ты получаешь именно то, что захотел в этот момент. Все это должно культивироваться в понимании человека, чтобы не обрастать вот этим вот субъективным нарративом должного. избалованность по факту потом приносит нам всякие разные категории, обвинительные в адрес тех, у кого есть то, чего у нас нет. И это самая больная точка. И вот же добро. Ведь добро добром платится, это не значит, что человек должен добром тебе отдать что-то, да, вложит в этот мир, и это доброе тебе вернется потом через кого-то. Доброе – это отношение к тебе за твое настоящее понимание этого мира, за твое настоящее отношение к этому делу, это видение твоих настоящих качеств другими людьми. Вот это истинно доброе. Доброта хранится именно в этом. Не в материальном проявлении каких-то вот этих вот издержек социальных, вот этих вот коммуникаций, да, на основе там обмена материальными какими-то объектами. Допустим, тот, кто заснял ролик, как он накормил бомжа, все равно он хочет получить с этого ролика аудиторию, которая принесет ему в итоге монетизацию. Это все неправильно, естественно. Ценить человека за его качество, которое ты сам можешь в нем разглядеть – вот это истинное добро. Вот это истина в том, что есть на самом деле добро. Терпение, в котором мы можем находиться для того, чтобы перегореть, дать возможность перегореть тому, с кем мы находимся рядом, дать возможность ему поменяться, дать возможность ему увидеть себя как с лучшей стороны, так и с худшей стороны. Это настоящая дружба. Это настоящее проявление любви, заботы и добра. Это все находится в одном очень тесном кругу, очень тесном комке вот этих вот понятий, что есть добро. Поэтому делайте добро, но понимайте, что перед вами находится тот, кто, возможно, его не заслуживает, это добро. И помните, что добро – это не то, что приносит нам удовольствие, а то, что приносит, возможно, дискомфорт в этот мир в отношении к другому человеку, потому что мы закладываем именно его отношение к этому миру таким образом, чтобы он смог понять, что мир неоднозначен и не крутится только вокруг него, что мир – это очень тесная связь всех нас друг с другом. Если мы делаем какой-то хороший поступок, мы должны понимать, для чего мы это делаем, кому это нужно и с чем это связано. Если мы делаем это просто так, потому что нам так хочется, мы должны понимать, что, может быть, нам так и хочется, но какие последствия могут нести те или иные добрые действия тому, кто получил от нас вот этот вот пучок добродетелей нашей. Поэтому добро – это очень объективное понятие, и оно связано с тончайшим и тончайшим пониманием того, что есть отношения между нами друг к другу. Дать возможность человеку нами пользоваться – это не добро. Дать возможность человеку использовать наш ресурс повсеместно и безвозмездно – это не добро. Затыкать дыры собственной ущербности тем, что мы служим каким-то другим людям – это тоже не добро. Добро – это проявление характера, воспитанного в себе справедливостью, четким контекстом понимания того, кто ты есть на самом деле. Даже в тот момент, когда ты совершаешь, казалось бы, плохой поступок. Вот настоящее добро, настоящее добро – оно невидимо на самом деле. Оно не познано, оно не воспринимается как добро окружающими. Потому что настоящее добро, оно начинается не сегодня, не здесь, а оно начинается там, дальше, в проявлении своем. Здесь оно может добро выглядеть совершенно дико, как хороший пример, когда бывает так, что два подростка, допустим, ненавидящие друг друга в детстве, там поколачивающих друг друга, да, потом становится после какого-то очередного конфликта или даже, может быть, первоочередного конфликта в каком-то таком разрешении жаркого спора, даже при помощи кулаков становятся хорошими друзьями, потому что они друг друга познали, понимаете, и они становятся друг другу близки. Кто скажет, что когда они дрались, что это добро? Только мудрый человек, только мудрец скажет – подождите, подождите, пусть они выяснят все, что хотят, и вы увидите, кем они станут друг для друга. Вот так же и здесь. Мудрые родители, дающие пинок под зад своему чаду в тот или иной момент продолжения воспитательного периода, периода нахождения вместе, периодически попинывая золотым пиночком, напоминая, что батоны не растут на деревьях, объясняя концепцию мира, делают добро. Но кому-то может показаться, что вот вы там своего ребенка что-то там не уделяете ему возможности быть ребенком. Это все полная брехня, полная болтовня. Ребенок, он гораздо мудрее, гораздо честнее, и гораздо прозаичнее, чем любой взрослый. И заигрывать с ним – это значит просто убить в нем все человеческие качества. С ребенком нужно говорить по-настоящему, всегда объяснять все по-настоящему, и играть с ним в настоящие игры, что называется, играть с ним в эту жизнь, по правилам этой жизни. Тогда из ребенка получится нормальный человек, 100%, который будет благодарить своих родителей всю оставшуюся жизнь и с почестями к ним будет относиться. Потому что проблема как раз воспитания и добра вот этого, да, безапелляционно, безответственно. Дети таких родителей быстро забывают, и быстро к ним отношение меняется, потому что они не получают того, к чему привыкли, и считают, что родители их ущемляют в чем-то, не дают им должного. Перестали им уделять вот этого внимания. И переходит потом все это в скандалы, в конфликты, в ненависть. Ну, теряется связь. Просто теряет связь, начинаются взаимные вот эти вот обвинения, и все сыпется, крахом идет. Потому что тот период, когда должна была совершаться истина, понимание добра, эти люди совершали зло над своими людьми, на самом деле, закладывая ту парадигму отношения, которая привела к этим конфликтам. Поэтому добро – это очень объективное понятие, с которым шутить нельзя. Помогая кому-то, всегда понимаете причину вашего поступка. Для чего вы это делаете? Если вы это делаете, не думая ни о чем, скорее всего, вы делаете совсем обратное тому, чем вы руководствуете в тот или иной момент. Итак, все, наверное, на этом. Это был канал Погода в Кировске, влог про то, что такое добро, «Идея философии чистого творчества». Пока! Субтитры создавал DimaTorzok